Настала пора О теплоте людской Сегодня и ежедневно Пусть будет она с тобой Сегодня и ежедневно Пусть будет она с тобой Пусть будет она с тобой Здравствуйте Сравнительно недавно В Московском государственном театре Проходил прекраснейший вечер Юбилейный вечер Марии Владимировны Мироновой Мария Владимировна одна из тех артистов Которая не скрывает Сколько ей лет И с гордостью это произносит Сказать? Пожалуйста, 75 75 Все думают, что мне 90 Потому что все женщины скрывают возраст Столько лет на эстраде Столько сделано для эстрады И до сих пор в прекрасной форме Это самое главное И вот сейчас В этом небольшом кабинете Находятся все те, кто организовывал этот концерт Собрались друзья Одни из тех Многочисленных друзей Которые у Марии Владимировны Существуют и работают И трудятся с ней вместе Вот здесь Ян Фрэнкель Григорий Горин Борис Львов Анохин Артист Московского театра Сатиры Андрей Миронов Чисто случайно здесь находится Как рояль Да, как рояль, да И вот Мария Владимировна Миронова Сейчас я приглашаю вас Всех в зал Московского театра эстрады И мы начнем этот вечер Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Чрезвычайно приятно Что Мария Владимировна Тит в первом ряду С внучкой Машей Вас будет приветствовать Писатель-сатирик Многие номера Вы исполняли Этого писателя Вместе с Григорием Гориным Были написаны Многие произведения Для ваших отдельных Концентрских миров Для целых программ Аркадий Арканов В этот замечательный Вечер Мне выпала большая честь Выступать первым Среди писателей И коллег Марии Владимировны По части разговорного жанра То есть Среди всех тех Кто петь не умеет И таким образом Хоть что-то может сказать Оживление в зале Это очень почетно И в то же время Чрезвычайно ответственно По первому будут равняться Все последующие Как в фигурном катании Поэтому я спросил У главного режиссера Театра эстрады Бориса Брунова Какая на вечере будет атмосфера Что можно говорить А что нельзя Брунов сказал Аркадий, говори что хочешь Ничего не бойся Но имей в виду Кое-кто будет Все ищут Кое-кого в зале Аплодисменты И мне сразу стало легко Все смотрят на кое-кого Кое-кто смотрит на меня Исходя из сказанного Я построил свое выступление Свободно и раскованно Но в последний момент Кое-что вычеркнул Дорогая Мария Владимировна Сколько я помню вас И незабвенного Александра Семеновича Минакера Вы в своих спектаклях И выступлениях Всегда говорили Острую и непримиримую Правду Это было во все времена И в период Зачеркнуто И в годы Зачеркнуто И после того Как Зачеркнуто И даже тогда Когда Зачеркнуто Помню Когда мы с Григорием Гориным Писали вам новую программу Я предложил вам скетч Про то Как Зачеркнуто Помню Вы мне тогда сказали Аркаша Дали все Зачеркнуто Я сказал тогда Мария Владимировна Если вы боитесь Я могу пойти К самому Зачеркнуто А вы мне тогда Ответили Аркаша Идите лучше Зачеркнуто Красным карандашом Особенно мне нравились Ваши интермедии В которых вы говорили О нехватке Некоторых продуктов Таких как Зачеркнуто 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 А также рыбы Сегодня налицо перемены К лучшему Я в присутствии Многих сотен свидетелей Заявляю Что буду рад Мария Владимировна Создать вместе с вами Программу Которую мы Открыто будем говорить О том Что Зачеркнуто Про то Как иногда Зачеркнуто А также О плохой работе Пассажирского транспорта Я перехожу К заключительному Обзацу Своего приветствия В котором я Окончательно Осмелев И распоясавшись Не вычеркнул Ни одного слова Чем бы мне это ни грозило Вы, Мария Владимировна Любимая Вы красивая Вы талантливая И неповторимая А вы Мария Я пытаюсь Поцеловать Со сцены Марью Владимировну Но не могу Из-за Остеохондроза Ну наверное Если перечислить всех Кто работал С Марьей Владимировной И Александром Семеновичем Всех авторов Писателей То Этот список Можно начать Просто С наших Классиков Нашего Жанра Михаил Михайлович Зощин Зощин Да Вспомните И Валентин Петрович Катаев Катаев Конечно Погодин Погодин А потом Значит Вот Она говорила Зорин Володин Дыховичный Слободской Смотрите Все имена Матчер 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 Потому что Считается Что на эстраду Вроде пишут Не писатели А авторы Это есть Несколько Пренебрежительное Отношение К авторам Работающим Для эстрады И к эстраде Тоже Но я думаю Это несправедливо Потому что Тогда Когда на эстраде Возникает Настоящее искусство Писатели Идут Работать К громадным Удовольствиям И в этом отношении Дуэт Мария Владимировна И Александра Семеновича Недаром они все время Говорили что они Театр двух актеров Они соединили Театр и эстраду Как создавались программы Даже я помню Я в первой программе Не участвовал в том театре Во второй я участвовал Но я тогда был Мне кажется Молодым артистом Ну начинающим артистом Почему вам кажется Вы действительно Начинающим артистом Для меня был Бывший моряк Великая честь Принимать участие Но я помню Как создавались Меня тогда не пускали На подобные Собрания Но я присутствовал Все таки Значит собирались Известнейшие артисты Участники программы За сколько До программы Борис Сергеевич За год За два Писатели Композиторы Да И буквально Вы говорю Вы балтывали Тему программы Тему спектакля И вот Иосиф Игин Замечательный корректурист Когда-то Нарисовал Вот эти две картины Вот здесь Авторы А вторая Картина Здесь Исполнители Я позволю Вспомнить И перечислю И называется Эта картина Не называйте Авторы Называйте писатели Писатели Прошу прощения Как раз Горин Об этом говорил Да И здесь настоящие писатели Действительно Светлов Да Светлов Борис Альч Ласкин Автор и постоянный И ближайший друг Сергей Михалков Бахнов Владимир Кротки Катаев Пустынин Ардов Безыменский Рыклин Ленч Дыховичный Смирнов Ну и актеры были Подставки Ну это называлось Эта картина Назовала так Сочиняли веселение Подсчитали Прослезились Ну это естественно Шутка Но очень Першин Мирафиновицкой Амурской Замечательной конференции Афанасий Белов Шурова Рыкунин Утесов Утесов Набатов Ирина Васильевна Зеленая Тимошенко Березин Горкавий Образцов Ярон Райкин Шульженко Миронова Минакер Ильинский В театре эстрады Мы с Минакером Сделали 14 программ Ты убийца Ведь это только тебе кажется Что ты хороший сын А на самом деле Ты убийца Я Конечно Ты что ребенок Ты не понимаешь Что наша мама Тихо Такая глубокая старушка Из глубокой провинции Не может жить в столице Только и слышишь Чья-то мама переходила улицу Бас попала под машину Чья-то мама шла в гости Бас попала в институт Склифосовского Поверишь Как услышал Прямо вся вздрагивая Упаси бог Это она Наша старушка И потом У себя на периферии Что это за отрава Что это такое Но мама квас приготовила Ну Ты пробовала Это кислятину Кошмар какой Боже мой А что я говорила У меня даже все выскочило Из головы А что она говорила Да У себя на периферии Она привыкла ложиться И вставать с петухами И курами Ну и здесь Сидит же с нами Ей неинтересно Но кисонька Ведь она же и не сидит Да кисонька Да пусть сидит Мне же ее просто жалко Собираются интеллигентные люди Сидят понимаете Петр Петрович Человек с незаконченным Высшим образованием Почти профессор На днях приходит Так твоя мамаша Открывает ему дверь Он говорит Ваши дома Так она говорит Сама-то дома А сам-то уехавши Уехавши Академику Почти профессору Не пимши Не емши Не спамши Не жрамши Что это такое Что это Пойди сюда Ну что ты хочешь Ты мне можешь поверить Когда он меня спросил Что это за старушка У меня язык не повернулся Сказать что это твоя мама Я сказала что это няня Какого-то нашего племянника Я не знаю что я сказала Что кто-то тебя вызвал Мы хотим сыграть вам шутку Владимира Полякова Что значит мы хотим Это может быть вы хотим Я лично ничего не хотим Мы хотим Да но знаете вы меня простите Но я просто ничего не понимаю Ведь вы же только вчера мне сказали Ну а вчера у меня было хорошее настроение Ах вот оно что Ну понятно А сегодня у вас значит плохое Да плохое Очень плохое Сегодня вас нельзя узнать Не того что вчера Да встала я не с той ноги И злюсь уже с утра К любому придираюсь я Мгновенно раздражаюсь Не так взглянул Не то сказал Простой намек уже скандал Нельзя зависеть от того С какой ноги ты встал Пришел А ты не видишь Нет я вижу А ты что Ты что чем-то расстроишь Что с тобой Да нет Ничего А что такое Почему нас так душно в комнате Просто дышать нечем Ну что ты Я только что открывала форточку Только что Незаметно что А что такое Что такое Ну когда ты уже переменишь Вот эту отвратительную Мещанскую прическу Гадость Боже мой Она же тебе всегда нравилась Что это ты Безумно нравилась Терпел по необходимости Телефон звонит Слышу-слышу Слышу-слышу Ну это когда у мужа Плохое настроение Ну а когда Жена встала с левой ноги А Пришел Да Явился Мог бы уже не являться А я не знаю Ты что чем-то расстроена Да А чем я могу быть расстроена Все хорошо Прекрасно Что Почему у нас так холодно в квартире Опять открывал форточку Вот что делает Хочешь выстудить всю квартиру И простудить меня Да Слушай миленькая Ты знаешь Ты все-таки поразительный человек Когда ему открывать форточку Когда я только что сейчас вошел О чем ты говоришь Я даже не понимаю Что это ты какой странный вошел Что такое Он главное только что вошел Ну перестань Я не позволю Терзать меня ежедневно Слушай Ну кто тебя терзает Миленькая Я вам не миленькая Да У меня есть имя Отчество И девичья фамилия Между прочим Ну хорошо И я не желаю Слышите вы Подвергаться ежедневным оскорблению А я все умоляю Перестань Хочу и буду Хочу и буду Хочу и буду Семьи любой Создать покой Обиды позабыли Скандалы сдали бы мы в музей А ссоры все в архиве У нас одно желание У нас одно желание Чтоб каждый помнил Каждый знал И никогда не забыл Нельзя залитить От того С какой ноги С какой ноги Ты встал Вот И мы поехали на Донбасс На гастроли И там был Такой писатель Очень хороший Борис Горбатов И вот Боря пришел К нам На спектакль Кстати он делал О нас вступительное слово Там На спектакле сидел И после спектакля Мы пришли в номер В гостинице И Боря говорит Слушайте Маша и Саша Семейная тема Ваша тема Вы на ней будете держаться Всю вашу жизнь К сожалению Здесь нет Александра Семеновича И это Они всегда Очень грустно Когда мы вспоминаем Так сказать Об этом ушедшем мастере И как его сама Мария Владимировна Называла Заведующей литературной частью Их театра Но его Его организаторской способности Его человеческие качества Совершенно уникальные Я вот могу сказать Что Когда первый раз Он серьезно заболел И у него Стала затрудненная речь То первое Что этот человек сделал Он потребовал Чтобы медсестра Принесла ему телефон Набрали мой номер И он сказал Гриша Радуйте У меня теперь дикция Немного Суже твоей А у меня есть такое предложение Давайте вернемся к концерту Которую часть Марии Миронов Когда простым и нежным взором Ласкаешь ты Меня, мой друг Необычайным светлым узором Земля и небо вспыкивают вдруг Веселье час И боль, разлуки готов делить С тобой всегда Давай пожмем Друг друг в руки И вдаль На долгие годы Мы так блестим Что слов не нужно Чтоб повторять Друг другу вновь Что наша нежность И наша дружба Сильнее страсть Больше чем любовь Веселье час Придет к нам снова Вернем сады И вот тогда Тогда дадим Друг другу слово Что будем вместе Вместе навсегда Веселье час Веселье час Придет к нам снова Вернем сады И вот тогда Когда дадим Друг другу слово Что будем вместе Вместе навсегда АПЛОДИСМЕНТЫ Был такой знаменитый Артист Коваль Самборский Киноактер И я Во второй Звуковой картины После путевки в жизнь Была картина Возвращение Где мы С Ваней Ковалем Самборским Снимались вместе И меня Знаменитый Цыган Николай Николаевич Кручинин С Сергой Вухи Учил Играть на гитаре И петь роман С пару гнедых И в этой картине Это ваше цыганское прошлое Это мое цыганское прошлое И в этой картине Я пела Под гитару Играя по-настоящему На гитаре Потому что Не показывали так Меня Потом чужие руки И потом чужие ноги Показывали просто Меня Я играла А то ведь знаете Как у нас сейчас показывают Надо Играть чечетку Показывают артистку До сих пор Ноги другой делают Такое что-то А она в это время Делает так вот руками Понимаете Это все нет Я все любила Так же как и Андрей Он в этом отношении В меня Он все делает сам Без дублеров Я ведь когда-то делала Немножко пародии тоже Была певица Рута Каминская Вы знаете Она певицей стала Почему-то во время войны Стала Потому что Нужно было что-то такое делать А делать она ничего не умела У нее голоса вообще Не было никакого Но она пела И она пела Она Страшным таким акцентом Польским Ну я не знаю Сумею ли я это сейчас сделать Но я вам примерно Она значит Пела Такую песню По-моему слова Павла Германа Она пела значит Я тоже не буду петь Потому что у меня голоса сейчас Уже нет А у нее и тогда уже не было Вот Она пела значит Чуть догорает вечер Холодным закатом Голубоглазый месяц Чеканит окно Что было раньше невнятно Сразу стало понятно Остается сказать лишь одно Проща Будь здоров Не сердись на меню Но я не могу так жить Пойми, что нельзя Ни минуты, ни дня И угадь И душой кривить Если счастья былого уж нет И красоты Так зачем же скрывать будем Оба И я, и ты Мне приходит на ум Певица Была такая Русская певица Спасибо Бог Не Лизе Андреевне Руслановых Которой я относилась С величайшим уважением Но была тоже В то время была эстрада И так сказать Средняя тоже Но все знали Что она средняя Никто так сказать Не думал Что она хорошая Вот И она всегда выступала У нее была одна нота В общем Одна И она значит Пела Ну я может быть Сейчас уже изобразить Так не смогу В силу возраста И всего И чистоты звука Но намек Так сказать Я сделала Она пела всегда Так На текст вы Ради Бога Не обращайте внимания Она пела так Однолунная ночь Так была хороша И на небе Луна разливалась На скамейке В саду Я сидела одна Чья-то песня Вдали раздавалась Это он негодяй Это он заворуй Я походку Его давно сною Он и любит меня И ревнует меня Даже в церкву Одну не пускай И у нее была В общем На этой ноте Она пропела Всю свою жизнь У вас был такой персонаж Аида Драгоценска Ооо Это панограмма Да Панограмма По-моему В такой Студии звукозаписи Вот там была Кусок Был кусок Когда художественное Чтение у нее Ее спросили Вы где-нибудь учились? Она говорит Зачем? Я нигде не училась Я сама преподаю Да Аида Драгоценска Это певица Надомница Называется Мы послушаем С удовольствием Здравствуйте 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 Скажите пожалуйста Это от Эльвии Грамзаписи Я не ошиблась Вы не ошиблась Нет Прекрасно Аида Драгоценска Очень приятно Ваша как фамилия Не важно Садитесь пожалуйста Вся вокалистка Я жаровая певица Ах Вот она что Очень приятно Скажите пожалуйста И вы что же Там в штате? В чем? Ну нет Вы не пугайтесь Вы там в штате Нет Милый Нет Я не в штате Я не в штате Я певица Надомница Никто никогда Не отрицал Моего дарования Зачем далеко Ходить за примером На днях слышу Как один товарищ Например Говорит такую фразу Он говорит Вы знаете Голос Аиды Викентьевны Чем-то напоминает Мне звук лебедки Лебедки Очень милая ассоциация Хороший звук Приятный Хорошо Ах мой милый А вы знаете Как поют лебедки Когда они улетают В теплые края Там Ах Дорогая моя Только улетают Не лебедки А лебеди Я именно имела ввиду Лебедки Только он это лебедь А она это лебедка Дама лебедя Это лебедя Слушайте Дама лебедя Я вас очень прошу Все-таки Давайте записываться У меня мало Свободного времени Надо сказать Что вообще Марья Владимировна И Александр Семенович Были добрые Веселые Но довольно трудного Характера люди Извините В работе Я например Не нахожу Да Но я просто сейчас Взял специальную книжку Сюда Вот их книжку Миронова и Минаки В своем репертуаре И Нашел там фразу О том Как в их жизни В их искусство Пришел Борис Александрович Львов Анохин Вот я зачитываю Сейчас Значит Написал пьесу Леонид Генрих И Зорин Мужчина и женщина Для Марьи Владимировна И Александра Семеновича И Далее Они пишут Автор поставил Только одно условие Пьесу должен ставить Резрессер Львов Анохин Это нас подкосило И вы знаете Не зря Не зря Потому что Борис Александрович Он тихий Тихий И он очень интеллигентный Непрелестный Человек И мы его страшно Полюбили Но у нас В столовой Стоит стол Петровского времени На толстых Ножках Литого красного Дерева Не фонированного И как-то Александр Семенович Что-то не очень Понимал Что ему говорил И не то что Не понимал Он хотел Может быть Что-то сделать По-своему И вдруг Этот интеллигент Говорит Слушайте Что я говорю И так Жахнул По столу Кулаком Что отколол Одну треть Петровского Стола Который Жил с Петра Первого Совершенно Спокойно И поэтому Мы поняли С кем мы имеем Дело И несколько Притихли Был такой Случай И до сих пор Эта трещина Напоминает Мне о наших Репетициях Кстати говоря Мария Владимировна Я помню Что вы Рекомендует Меня Каким-то там Актерам Говорят Львов Анахин Очень хороший Режиссер Но дорогой Ломает мебель Припотемирально Такое Вы знаете Я должен сказать Что Когда Вот Когда Зорин Рекомендовал Меня И вернее Даже наставил Чтобы я Ставил его пьесу С Мэй Владимировным Семеновичем Что это Их подкосило По первому То есть Меня это тоже Несколько Подкосило Потому что Я не очень Понимал А что Собственно говоря Я должен Делать в этом Театре Двух актеров То есть Я Видел Почти все Программы Миронова Ими нахера С огромным удовольствием Их смотрел И понимал Что они В эстраде Понимают Гораздо больше Чем я И я думал Что им нужен Ну хороший текст А дальше Их Юмор Их талант Их удивительная Артистическая Находчивость И с этим Удивительная Доходчивость До зрительного Зала Заразительность Ну а что Собственно говоря Режиссер Может им дать Да еще Никогда В жизни Не встречавшаяся Сестра И когда Я высказал Значит Эти сомнения Марию Владимировне И Сан Семеновичу Марию Владимировне Сказала Вы знаете Что Ведь Немирович Данченко Говорил Что одним Из качеств Режиссера Должно быть То Как он Называл Режиссер Зеркало А без Зеркала Сказала Она Даже Губ Не накрасишь И вот Тогда я Понял Что В этой Шутке В общем Была Очень большая мудрость Если сравнить Осан Семенович И Марию Владимировну То я бы Я сказал Он такой Тихий Неаполитанский Залив Был Лазурный А она Везувий Так сказать Который Все время В общем Клокочет И Это было Очень интересное Сочетание Которое Высекало И Большую прелесть И большой Так сказать Юмор Но стол Вы сломали Разговаривая С Неаполитанским Заливом А не с Везувием Конечно Ну Везуви Разумеется Я работал Во многих Театрах Академических Больших Знаменитых С огромными Трупами Но я должен Сказать Что этот Театр Двух актеров Был Абсолютно Необходимо Монолитен И талантлив Это во-первых Во-вторых Этот коллектив Обладал Удивительными Этическими Качествами Ну там Не было интриг Не было Вражды Не было Не было группировок Не было второго состава Не было Не было Было все Очень хорошо И он стоит для меня По значительности Моей жизни И по Серьезности Работы в нем Вот в одном ряду Я с художественным С малым Театром Советской Армии Которым мне Приходилось работать Фамилия Горунской Дело в том Что я Имя отчества Ананий Семенович Ананий Ананий Совершенно правильно Вы только вы Слушайте меня Горунской Поляк что ли Да нет Я просто хотел Объяснить вам Горунской Вашей карточки Нету Следующий Доктор Я должен Объяснить вам Садитесь Спасибо большое Вы понимаете Что в общем Смешная история Способная вызвать У интеллигентного Человека только улыбку Сначала примите Таблетку Выпейте воды Зачем Глотайте Ну ради бога Все вам доставит удовольствие Доктор Я ехал к вам В тот зной Я терпеливо Сидел в коридоре А ведь в общем Мне нужен был пустяк Справка Что я никогда Здесь не появлялся Я все уже знаю Нет Может вам Зажили тенденциозно Я ведь просил Вашу сотрудницу Об одном Не придавайте значения Форме Достаточно взглянуть На меня И вы сразу увидите С кем имеете дело Вы правы Спасибо Спасибо Доктор По-моему Вы наш Ну а уж Если что-нибудь С вами Ну вы сами Знаете что Так вы не беспокойтесь Ваша жена Всегда может Рассчитывать На нашу помощь И о сыночке Не беспокойтесь Отправим в лагерь Правда молодежь Сейчас не больно Поддается влиянию Ну ничего Ничего Там опытный персона Есть Нико Нико Разбойник Шене Череме Ахмезурны Дахар Дахар Шенген Ацвале Череме Череме Сулше Череме Гулше Череме Шене Череме Череме Ляжете наверху Слушайте Ну я же повторяю Я тяжко болен Ай Лопату В руки Такому больному В Крым В Крым Когда мечта Обманет В Крым В Крым Когда тоска Нагрянет В Крым В Крым Когда душа Устанет В Крым В Крым В Крым В Крым О как там Краски Щедры В Крым В Крым Хлебнешь Морского ветра Снова Станешь Молодым В Крым, в Крым, в Крым. Слежу за вами. Второй уж день. Вы в первый раз в Южной Розе. Да, в первый раз. А в чем дело? Что такое? Вы привлекли мое внимание. У вас есть какая-то неизбывность, какая-то нераскрытость. Кто вы? По-моему, я ваш. Я это знала с первого взгляда. Я чувствую, что схожу с ума. Ваше положение еще терпимо. Вы нормальный паранойка. Каково женщина, которому приходится жить среди безумцев. Очень часто эти женщины достойны всяческого уважения. Они опытные клиницисты. Они работают над диссертациями. И вот появляется какая-нибудь верхняя хвостка. Доктор, ну возьмите себя в руки. Успокойтесь. Ну нельзя же так. Ну как же вы сумасшедший, я сумасшедший. Ну возьмите таблетку, запейте водой. Ну как же так можно? Я вообще когда думаю, что такое вообще современность. Это современно. Или это современный театр. Или это современная эстрада. Я думаю, что современность, подлинная современность, определяется уровнем культуры. Чем выше культура, тем современнее. Поэтому Мироновые имена были всегда современные. Но вы знаете что? Я думаю, что это связано еще и с биографией, скажем, Марии Владимировны. С биографией, потому что я знаю, мы знаем ее уже на эстраде. И я ее впервые увидел на эстраде. Но ведь начинала она в прекраснейшем театре. В театре очень высокой театральной культуры. Во втором хате. В театре, где был Михаил Чехов, Софья Геоцинтова, Берсения, Срафима Бирман. Вот мне кажется, отсюда исток вот того соединения театра эстрады. Борис Анатольевич, вы знаете, даже раньше, даже раньше, потому что все-таки вырастала я среди вахтанговцев, среди, к сожалению, уже ушедших сейчас от нас. Это молодой Симонов, Мансурова, Щукин, мой учитель Борис Васильевич Щукин, который, например, для эстрады дал мне незаменимые вещи. Например, я приходила к нему и изображала что-нибудь, я всегда что-нибудь изображала. И он мне говорит, ну хорошо, вот это мы не будем трогать, это ты изображаешь, а вот это мне нравится. Вот попробуй прожить в таком образе целый день. И вы знаете, что я делала? Я ходила в булочную, я ходила в магазин. Вот когда я придумала свою капу, я ходила и спрашивала, скажите, пожалуйста, можно мне черный хлеб я хочу? Только не это, а вот этот, понимаете? И я целый день ходила капой, и целый день я разговаривала только так. Я общалась с людьми. А потом я приходила к Борису Васильевичу на урок, а, кстати, Надежда Михайловна Вахтангова уступила нам кабинет Евгения Боготионовича, где сами стены помогали быть, ну в общем, совестливым артистом, понимаете? Я хотел бы еще сказать об одном особом качестве Марии Владимировны Мироновой. Мы сегодня говорим, я понимаю, что трудно, когда, так сказать, в глазах говорят хорошие вещи, и вообще в глаза, когда... Нет, говорите, это очень приятно. Ну правильно, я думаю, что... Когда я еще услышу, это действительно, ну что вы, товарищи, не скупите, не скупите. Но здесь, во-первых, Борис Сергеевич прав, что из-за глаза мы говорим хорошие слова, а во-вторых, вы имеете право на такой концерт, который состоял здесь, на такой юбилей вообще, на любовь зрителей, это, так сказать, не надо доказывать, потому что вы еще занимаетесь одним из самых трудных жанров не с точки зрения, так сказать, художественной эстрады, но еще и жанров литературы, вы занимаетесь сатирой. И мне кажется, что в данном случае Мария Владимировна, я не боюсь этого слова сказать, героическая женщина, объясню почему. Потому что столько лет заниматься сатирой и при этом еще сохранить чувство юмора, это уже практически тяжелый труд. Кого бы ни играл Мария Владимировна, обывательницу, сварливую жену, начальницу, бюрократшу, она давала точное узнавание людям какого-то отрицательного явления. Вещь очень важная и необходимая в нашем искусстве, так сказать, именно сатирический какой-то взгляд на нашу жизнь. Я к чему веду разговор? У некоторых людей есть определенная опасливость, что ли, возможно ли нам публично признаваться в своих недостатках и говорить об этом. И когда мы говорим о своих недостатках, то это свидетельство какого-то нашего душевного здоровья и внутренней уверенности в собственной жизни. Я считаю, что лучшие ваши сатирические номера можно показывать и рассказывать любому зрителю, ну если как-то предварив их, может быть, маленькими пояснениями, что я и сделал там, так сказать, в шутливом предисловии для французского зрителя, где я рассказываю о довольно смешном излом вашем филитоне, монолог колхозницы, где вы рассказываете о тех недостатках, которые у нас, к сожалению, есть, и было бы враньем говорить, что их нет. Вот я призываю вас посмотреть, как это выглядит. Мадам и месье, сейчас вы увидите выступление ведущей комической актрисы советской эстрады Марии Мироновой. Наши небольшие пояснения помогут вам ощутить всю прелесть и своеобразие русского юмора. Итак, мадам Мироновой исполняет монолог простой женщины, колхозницы, приехавшей в Москву за покупками. Сразу поясним, что поездки в столицу из провинции за покупками – это старая добрая традиция, существующая в России. И, разумеется, в столицу едут вовсе не потому, что в провинции чего-нибудь нет, а исключительно потому, что в столице хоть что-нибудь есть. Поэтому Мироновой появляется на сцене с двумя большими саквояжами, или, говоря по-русски, авоськами. Авоська – это специфическая ажурная русская сумочка, названная так в честь знаменитого спектакля Московского театра Миниленинского комсомола, гастроли которого с успехом прошли в Париже. Далее мадам Мироновой говорит об особенностях московского такси. В отличие от парижского, московское такси ездит не по маршрутам нужным пассажирам, а в особом направлении, именуемом в России словозачитанием «в парк». Парк по-французски «Ле Жордон» – это место отдыха трудящихся. Поэтому, если пассажир не хочет, почему-либо ехать в парк «Ле Жордон», он может отдыхать прямо здесь, на улице. Далее мадам Миронова жалуется, что в московских гостиницах стоят всюду таблички «свободных мест нет». Здесь комизм положения объясняется особенностями русского языка, в котором не существует выражения «свободных мест есть». Такое, как говорят русские, просто язык не повернется сказать. Поэтому везде и стоят таблички «свободных мест нет», которые не означают, что мест нет, и вообще ничего не означают, а являются просто частью интерьера. На самом же деле в Москве много гостиниц, в том числе несколько современных отелей, построенных французами, шведами и финнами, которые, построив эти отели, там и живут. Заканчивая свой монолог, мадам Миронова прощается со столицей, при этом у нее на глазах наворачиваются слезы. Такое сочетание смешного с грустным тоже особенность русского юмора. Однако мы надеемся, что наши исчерпывшие пояснения дадут вам возможность насладиться искрометным юмором, неподражаемой мадам Мироновой. Благодарю за внимание. Гран Мерси. АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный артист РССР Лариса Голубкина. АПЛОДИСМЕНТЫ Каждую весну, как только подсыхали лужи, патефон выносили в наш московский двор и ставили на стол. Кто-то усаживался на скамейке, а кто-то танцевал тут же во дворе. Чей был патефон, никто не помнил. Общий. На вращающийся диск пластинки осыпала лепестки старая черемуха, потом пыльца лип забивала бороздки, потом облака тополиного пуха вращались по орбитам патефонных песен. Заводили пластинки Лидии Руслановой, Леонида Утесова, Марии Мироновой, Клавдии Шульженко. Помню, как в памятный вечер падал платочек твой в плен, как провожала и обещала синий платочек берешь. Есть песни, принадлежащие актеру. Вот, например, есть песня, я песни отдал все сполна, в ней жизнь моя, моя. Я считаю, что эту песню, кроме Утесова, никто не должен петь. Такие песни есть у Бернеса, их не должны... У Шульженко есть такие песни, понимаете? И к этому нужно подходить очень уважительно и очень вообще к песням Шульженко. Нужно подходить как-то уважительно, трогательно. И вот мне очень понравилась Лариса Голубкина, которая сделала вот такой номер своей юности, когда она слушала Шульженко. И она намеками поет вот эти песни. Я считаю, что это сделано очень тактично, очень как-то очень по-доброму. И уважительно к памяти Шульженко. Да, безусловно. Когда я вернусь в Гавану, в лазурный край, Меня ты любимой песней своей встречай. Я никогда в детстве не видела Клавдия Ивановна Шульженко ни на эстраде, ни в кино. Но голос ее, всегда присутствующий в моей жизни, имел для меня изримый облик. Вернее, облики. По мере того, как я росла, и менялись мои впечатления о сказочных и книжных героях. Клавдия Ивановна являлась моему воображению в самых непредсказуемых обличьях. О, голубка моя, как тебя я люблю, как люблю я за рокотом моря дальнюю песнь твою. Совсем недавно, возвращаясь к какому-то выступлению, Я попала в этот район, и мне очень захотелось увидеть свой старый двор. И я вспомнила. Я люблю тебя, мой старый парк, И твои аллеи над рекою. Не забыть тебя, мой старый парк, Сколько связано с тобою ты всегда красит мой старый парк. Солнце светит и львушует вьюга, Я пришла к тебе, мой старый парк, Как навстречу с давним другом. Собственно, двора уже не существовало. Многое изменилось, перестроилось, Падал снег, безучастный городской снег. Это делало двор моего детства таким непохожим на прежний, Который остался в моей душе По кучам от черемухового снегопада. Я люблю тебя, мой старый парк, Солнце светит и львушует вьюга, Я пришла к тебе, мой старый парк, Как навстречу с давним другом. Уже не было на земле ни Пашки, Воронцова, ни лейтенанта, Ни даже самой Клавдии Ивановны Шульженко, Но голос ее окликал мою память. Он мне говорил, что он все сам вспомнит. И пехоту, и родную роту, и теплый ветер Ростова и Таганрога, И тебя за то, что ты дал мне закурить. Об огнях пожарищей, о друзьях товарищей, Где-нибудь, когда-нибудь мы будем говорить. Вспомню я пехоту и родную роту, И тебя за то, что ты дал мне закурить. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ подной. Давай закурим, товарищ мой. Лауреат Всесоюзного конкурса артистового стадии Деннадий Пазанов. Здравствуйте, Мир Владимирович. Добрый вечер. Уважаемый товарищ, я не люблю очень, когда артисты говорят о том, что они волнуются. Поскольку это такая уже совершенно банальность, возведенная в собственную степень. Но я волнуюсь не потому, что здесь сегодня столько народу, а потому что в зале Миронова. Я всегда волнуюсь, когда ее вижу в зале. Дело в том, что помимо всех прекрасных качеств, о которых сегодня уже много говорили, у Марии Владимировны есть еще одно удивительное качество. Она очень точный критик. Идя на сегодняшний вечер, я внимательно пересмотрел весь свой репертуар и должен с ужасом констатировать, что ни одной приличной миниатюры, которая могла бы удовлетворить Марию Владимировну, у меня нет. Это не так смешно, как вы думаете, там товарищ засмеялся. Поэтому, Мария Владимировна, позвольте мне вас сегодня приветствовать не от себя, а сейчас я это сделаю от лица тоже артистной стразы. Дорогие товарищи, мне очень приятно, что я принимаю участие в этом юбилее. Это происходит потому, что за 60 лет творческой деятельности Марии Владимировны Миронова наше искусство добилось грандиозных успехов в самых разных областях. Ну, прежде всего, Курской области, Таганской области, Павелецкой и далее со всеми остановками. Но, конечно, самых больших успехов наше искусство добилось в области фокусов. Дорогая Мария Владимировна, долго думал, что я... Долго думал, чем я могу вас сегодня приветствовать. И как могу вас поздравлять, что могу вам подарить. Я вас так сильно люблю, что мне для вас ничего не жалко. Поэтому, позвольте подарить вам самое дорогое, что есть вообще на этой земле. Это мое искусство. Многие товарищи удивляются, как это так много лет у меня получаются мои головоломные трюки. Некоторые считают, что это происходит от того, что я имею ладошку с двумя меднами. Я, дорогие товарищи, могу сейчас подниматься в балкон, могу опускаться в квартире, я могу дать проверять свои ладошки. Только прошу вас, вы меня не щекотайте. Я очень боюсь от щекотки, поэтому я так долго не мог стать народный артист Советского Союза. Но, друзья мои, сегодня я хотел вам рассказать о конкурсе «Иллюзионистов», который проходил недавно у нас. В задачу конкурса сходили следующие. Нужно было взять этот простой, обыкновенный коробок. Такой вот скромный коробок. Ну, вот внутри совершенно пустой. Вот видите? Такой скромный коробок, который сделан из скромных красных деревьев. У меня дома вся мебель так. И нужно было из этой простой коробки доставать что-нибудь редкое, что-нибудь супер уникальное. Друзья мои, я должен сказать, что на этот конкурс выступали самые выдающиеся артисты «Земная шара». И первый у нас он вышел «Факир из Индии», артист, который умеет делать буквально все лежит на гвозде, кушает толченое стекло. В общем, это был живой йог. И сам йог. И дедушка у него был йог. И папа был йог. В общем, и мама был йог. И этот, он, значит, эту коробку брал, переворачивал, и ходил вокруг стул, и весь зрительный зал буквально замирал от нетерпения. И после этого он эту коробку ставил, открывал, ничего. После него на сцену поднялся «Факир» с острова «Огненная земля». Ну, друзья мои, это самый лучший фокусник во всем мире, как он про себя думает. На самом деле он только на втором месте, кто на первом, и так понятно. И этот, который с огненной земли, тоже коробку брал, переворачивал, ходил вокруг стул, читал, самые разные заклинания «Ахалай, махалай, бахалай». Ахалай, махалай. Потом он эту коробку ставил, открывал, бахалай. И вот уже после этого бахалай на сцену вышел ваш покорный слуга. Я не слышу бурный аплодисмент. Спасибо. Но это не аплодисмент, это издевательство. Я попрошу, чтобы весь зал с криками «Браво!» Прошу «Три-четыре!» «Браво!» «Три-четыре!» Так, пока балкон не подключится, продолжать не буду. Вместе с балконом кричим «Браво!» «Три-четыре!» «Браво!» Я вам должен сказать, что на этот конкурс я выступал и как участник, и как председатель жюри. поскольку у меня никогда не бывает, что не получается. Так вот, все предыдущие исполнители допускали принципиальные ошибки в исполнении элементарных трюков, потому что у нас из пустой коробки доставать что-нибудь уникальное, никакие халай-махалай-бахалай не нужно. Достаточно этот коробку подойти, поставить, постучать, сказать «Я от Бориса Сергеевича». И всё. Дорогие товарищи, одна минуточка, секундочка, постойте, Борис Сергеевич. Дорогая Мара Владимировна, вот эти скромные цветы, которые мне привезли сегодня с моей родины, куда я больше, это, прошу вас, это вам от меня. Геннадий Хаганов. Вы знаете что? Я очень люблю Гену Хазанова. Я считаю, что Гена Хазанов – это сейчас, в общем, наша надежда. Гена Хазанов, в нем есть то, что бередит мою душу. У Гены Хазанова есть пауза. Он выходит, он говорит фразу, и он ее фиксирует и смотрит на зрителя. И зритель от него не отрывается. Вот он, ну как вам сказать, он все-таки, вот для меня, он сейчас из молодых первый артист эстрады. Это безусловно. Все правильно. Я просто думаю, что напрасно молчит Андрей Миронов. Он, наверное, как сын, так сказать, снял вопрос о том, что он устроился куда-либо, побладал. Я думаю, больше того, как человек близкий семьи, я знаю, что родители не хотели, чтобы он был артистом. Мария Владимировна, как человек строгий, больше всего боялась, что Андрюша подумает, что это, так сказать, легкий путь. Она даже сама мне признавалась, что она не ходила на его спектакль. А вы знаете почему? Я считаю так, если женщина, например, хорошенькая женщина, не очень хорошая артистка, то это еще ничего. Молодость проходит, бездарность остается, правда. Но все-таки это еще ничего, понимаете? Замуж удальше надо будет. Да, все-таки устроиться может. Да, но если мужчина плохой артист, это ужасно. И поэтому я больше всего на свете... Он вас огорчил, он стал прекраснейшим артистом. Я больше всего на свете боялась, что он мне не понравится. Я очень боюсь, чтобы это, так сказать, не стало. Я действительно нахожусь довольно... Вы на меня покажите, а то это нет еще. Я здесь, в кадре, да? Вот. Я очень действительно боялся, чтобы не возникла некая такая, значит, семейственность, которую я отнюдь не стесняюсь и, наоборот, внутренне этим горжусь. Но некая публикация этого зачастую уводит интерес зрителей несколько в иную сторону, генеалогии и взаимоотношений, и родства, нежели... Я не буду утомлять никим серьезным. Тут Борис Васильевич сказал относительно устроителей. Я действительно был инициатором этого... Борис Васильевич, это у него девичья фамилия Борис Сергеевич. Борис Сергеевич, извините. Я очень рад, что меня. Я столь говорил о Щукине, что вы для меня сегодня, вы для меня Борис Васильевич Щукин. Андрей Петрович, очень приятно. Благодарю вас. Так вот, устроителем вечера, собственно, явился и я. Я могу это сказать скромностью, без скромности. Потому что у меня есть определенное отношение к эстраде. Об этом сегодня много говорится. И некая, действительно, зачастую двойственность возникает в оценках эстрады. В данном случае на протяжении 30, а может быть, уже теперь и 40, 40 с лишним лет, я являлся первым зрителем и практически самым таким невинным, я бы сказал, участником, даже не участником, созерцателем, соучастником, сострадателем. Может быть, даже в какой-то степени, ну, естественно, ревностно относящимся к этому зрителям-наблюдателям. Потому что с юности я действительно, вот эти люди, изображенные сегодня здесь и в какой-то степени уже являющиеся воспоминанием, достоянием истории, эстрады и литературы. Они для меня абсолютно реальные и живые люди. И я счастлив, что это мне удалось видеть. И главное, я счастлив, что у меня не возникло иллюзий, что это легкая профессия. Потому что я видел все то напряжение, всю ту мучительную борьбу, поиск, какую-то очень интенсивную, очень насыщенную жизнь. И, собственно, я обрек себя на это же. Что касается этого концерта, то мне и хотелось, чтобы это был в какой-то степени результат моего отношения к эстраде. Я уже говорю об отношении к моей маме, потому что это естественно для всех вас. Вот. Но и мое отношение к эстраде, как к высочайшему искусству, которое, к сожалению, дискредитируется и дискредитируется со стороны и изнутри. Но, тем не менее, существует и будет существовать. И мне хотелось, чтобы сегодняшний концерт был бы вот именно той связью времен и поколений. И сегодня есть высокая эстрада. И всегда люди старшего поколения будут критически относиться к людям моложе их. Это было всегда, это есть, и это будет, и это естественно. И зритель не прощает ошибок. И зритель ждет, ждет, ждет и всегда надеется. И зритель не прощает ошибок. И зритель не прощает ошибок. Спасибо, спасибо, спасибо. Так вот, у нас дома стоял рояль Блютнер. Это название фирмы. Но до четырех лет я был убежден, что это фамилия рояля. Дело в том, что очень часто приходил композитор Матвей Исаакович Блантер. Совершенно верно. Я был уверен, что Блантер и Блютнер — это одно и то же. Вообще, у меня родители очень музыкальные люди, и они мечтали, чтобы я стал пианистом. У нас в доме бывали замечательные композиторы. Я очень хорошо их помню. И Соловьев Седой, Исаакович Дунаевский, тот же Матвей Исаакович Блантер. И все они при их удивительном музыкальном даровании не могли обнаружить во мне никаких способностей. Только, пожалуй, единственный человек, Леонид Ощутесов, послушав мое бренчание, сказал, «Андрюша, детка, никого не слушай, играй каждый день по два часа, доставь радость папе с мамой». Вот тогда уже, извините, взмолился отец. И говорит, «Леонид Ощутся, а в чем радость?» Он говорит, «Сашенька, радость, когда он замолкнет». Надо сказать, что у нас в доме пели все. Нет, это был не сумасшедший дом, просто были очень веселые люди. Тогда так бывало. Значит, пели все. Пел, естественно, отец, пела мама, приходили гости, тоже пели. И я решил попробовать. Я выбирал момент, когда никого не было дома, закрывал дверь и начинал. Во весь голос, громко, отчаянно, через три дня родителям позвонили соседи и сказали, что если вы не прекратите мучить кошку, мы сообщим в милицию. И опять же утешил меня дядя Лёдя. Он сказал, «Андрюша, детка, брать надо не криком, не голосом, а душой». И я на всю жизнь запомнил эти слова. Вообще, товарищи, вы меня извините. Учите своих детей музыке. Не жалейте времени, сил. Извините даже средств. Все окупится. Если в ребёнке есть дар, из него со временем может получиться там Святослав Рихтер, Герберт фон Караян, даже Раймонд Пауэллус. Ну, а если нет, тогда ну что же делать? Ну, тогда в крайнем случае на худой конец. Я встаю на рассвете. Я ложусь на закате. Целый день я, как белка, кружусь. Мне дают по труду, Я даю по зарплате. И опять я встаю и ложусь. Всё, что нужно, умею. Всё, что можно, имею. Учится время, как пуля во тьме. Стоп! Где я? А я не знаю, где, 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 где. Неужели интересно, Какой пейзаж тебе ласкает взор? А может быть, Кустанай, А быть может, Одесса, вероятно, Серебряный борт. Да, 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 дамы, сеньоры, кавалеры, Включайте музыку для души. А ваши детки, кроватки, у вас печень в порядке, Ничего, всё нормально, дыши. АПЛОДИСМЕНТЫ Андрей Александр Миронов АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, действительно, в очень затруднительном положении, Но всё-таки это юбилей, конечно. Не мой, но так получилось, что мы с мамой однофамильцы. Вот. Значит, должна быть какая-то, конечно, песня о маме. И я подумал, что из всего, так сказать, своего не очень обширного репертуара Подошла бы песенка о бабочке, Которая крылышками бяк-бяк-бяк. Хорошо, когда в семьдесят пять Ещё леди синьора Фомина Сил хватает на сцене играть, Суп варить и воспитывать сына. Жизнь прекрасна, но надо признать, В ней вторая пошла половина. А-ма-мачка! А крылышками бяк-бяк-бяк-бяк-бяк И в театре страдочки шмык-шмык-шмык-шмык, а мамочка крылышками бяк-бяк-бяк. АПЛОДИСМЕНТЫ Одна фамилия. АПЛОДИСМЕНТЫ Между прочим, появилось слово такое. Я услышала от одного эстрадного артиста, который сказал, я создаю программу. Вот я никогда в жизни ничего не создавала, потому что мне кажется, что создавать можно только бессмертные вещи. Вот Микеланджело создавал, Рафаэль создавал, а мы не создаем. Я просто репетировала, играла, я работала. Понимаете? АПЛОДИСМЕНТЫ Мне, конечно, чрезвычайно приятно, что вы меня так встретили, но все-таки разрешите представиться, Миронова Мария Владимировна. Правда, вы скажете, что уже есть Миронова Мария Владимировна, но это ничего не значит. У нее есть настоящая фамилия, у меня псевдоним. И вы посмотрели на афишу? Что она там написала? 60, 75? Вы считать вообще умеете? Что же это получается? Она ровесница Василию Блаженному, что ли? Соображаете? Привет. Вы меня извините, что я напомнила вам вот эту сценку, которую мы с Александром Семеновичем играли на открытии вот этого театра, эстрады, 32 года тому назад. Был спектакль «Его день рождения». Сценка называлась «Яркое дарование». И вот с тех пор я выходила на сцену всегда в каком-нибудь образе. В образе врача-психиатра, в образе поэтессы, в образе колхозницы. Но вот как Мария Владимировна Миронова я, наверное, выхожу впервые. Но я подумала, что ведь и Мария Владимировна Миронова, ее ведь тоже можно сыграть. Тем более, что в Москве около пяти тысяч Мироновых. Есть и полные мои тезки, Марии Владимировны Мироновой. Их 24. Вот с некоторыми из них я познакомилась. Сейчас вам об этом расскажу. Коварчев, товарищ Миронова, будем знакомы. Мири Миронова. Фамилия как ваша, только в другое место ударить надо. Геннадзваль, очень прошу. Автограф вот на этой фотокарточке. Здесь вся наша семья. Это муж Шалва Георгиевич. Это его жена, я. А это наши мальчики. Этому мальчику 32, этому 43. Красавцы, а? Красавцы, но мердавцы. Внуков не дарят. Позорят всех Миронов. Клянусь, Мария Владимировна. Стыдно в глаза людям смотреть. Вот этот младший, Резо, не хочет жениться. Зачем, говорит мама, мне жениться? Мне и так хорошо. Я говорю, о, Резо, Адаму в раю, что плохо было? Он и то ребро отдал, чтобы жену оформили. С тебя же никто увечий не требует. Сходи в ЗАГС. Он говорит, лучше бери ребро. А этот старший, Вахтанг, 10 лет женатый. Жена хорошая, внуков нет. То квартира не устраивает, то диссертацию надо защищать, то общественное положение, то международное. Клянусь, говорит мама, сейчас такая напряженная международная обстановка, которая не очень благоприятствует рождаемости. Я говорю, о, Вахтанг, я тебя в 42-м году родила. Скажи, пожалуйста, обстановка очень благоприятствовала рождаемости. А я все-таки решила рожать, потому что, во-первых, верила в победу. Во-вторых, думала, сын умный будет. О, нельзя так много сразу загадывать. Что-то из двух не получилось. Товарищ Миронова, скажите об этом со сцены. Всем молодым скажите. Пусть им стыдно будет. Пусть они детей рожают. Пусть не сваливают на поджигателей войны. Пусть внуков много-много получится. Всех вырастим. Я лично себя хоть 10 возьму. Буду бабушка-героиня в первой степени, кстати. Почему для бабушек никакого ордена нет? Хоть бы медаль какую придумали за отвагу или за оборону семьи, а в прочем. Не надо нам никаких медалей. Были бы дети здоровые, и дети детей здоровые, и все были бы здоровы и счастливы. И Мироновы, и Миронавы, и Мироняны, и Миронбековы оглы. Хорошая у нас с вами фамилия, товарищ Миронова. Я думаю, что она от слова «мир» происходит. И пусть все люди на земле продолжают быть мироновыми. В этом смысле скажите об этом за сцены, Геннат Фален. Я хотела бы закончить сегодняшний концерт песни, песенка, вернее, Яна Фрэнкеля, с которым мы делали несколько спектаклей. Спасибо вам, Янчик, за это. Настала пора проститься, Закрыть мемуары в твой, И мы с последней страницы О доброте поем, О широте душевной, О теплоте людской. Сегодня и ежедневно Пусть будет она с тобой. Сегодня и ежедневно Пусть будет она с тобой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ